Трое военных погибли, восемь ранены, сообщают в штабе АТО. Боевики обстреляли село Водяное на Мариупольском направлении. Из реактивных установок залпового огня уже днем ударили по позициям наших бойцов и пожилым домам. А к вечеру канонада вражеских минометов звучала под Авдеевкой и в районе Донецкого аэропорта. Подробнее из зоны АТО Ирина Баглай. Пулеметные гнезды, раненометы, звезды стреляют. Звезды, вогневый контакт самый частый получается. Там пройдут гранатометы, кулеметы, крупнокалиберные, звезды, пехотные, стрелковая зброя звезды. По переднему краю только перебежками. В песках не осталось даже стен, за которыми можно укрыться. Окопы боевиков совсем близко. Дождливая погода и туманы – одна из причин, почему сегодня в песках тихо. Но вот если обстрел, то за считанные секунды научишься скользить по месиву из глины, а заодно еще и получишь ускорение, чтобы спрятаться. Боевики тишину используют, чтобы укрепиться. Хорошо видны бетонные перекрытия их блиндажей. Военных постоянно держат на прицеле и провоцируют на ответный огонь, чтобы выявить оружие армейцев и ликвидировать их огневые точки. Но чаще всего в песках фиксируют, как боевики бьют из артиллерии по соседней Авдеевке. В селе же боевики пытаются прорывать оборону штурмовыми группами. Интенсивность огня военные измеряют количеством пуль, которыми и погашают активность врага. Лента на 100 секунд на 45 хватает на 200. Вон такие коробочки. Ублизно нахуй на 20. Ударили сегодня боевики по селу Водяное ракетами из реактивных установок залпового огня «Град». Этот обстрел зафиксировали военные камеры. Одновременно российские наемники накрыли позиции армейцев и снарядами ствольной артиллерии. Среди военных есть погибшие и раненые. А к вечеру артиллерия противника переключилась на Авдеевскую промзону. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.